12 года. Вот это у нас путешествие было, миссионерское, так назовем, турное наше, пятая по счету. Самое продуктивное было. А началось все, казалось, будет не так, как есть. Уже опыт у нас достаточный. Позади нас 100 встреч. Ни две, ни три. Сто! За три года предыдущие, за три года, и зимой ездили, только 56 было. В течение двух месяцев он прошел 100. То есть купленная машина, все уже оправдан полностью. Это тысячи людей, и на миллионы это выйдет и упередет. Для благовестия мы просто не знаем, что нужно сделать сегодня. Народ полностью разжижен. Я вину отношу только это все православной церкви. Я на глазах это вижу. Как вот улица идет, и улицу завернули через порог, хрещет, и так все идут. Сотни машин. Венчать, отпевать, крестить. Я притом знаю, священник-то неплохой, но он в системе. Это система, это страшная вещь. Они друг от друга зависят. Ему нельзя, его уберут на его место 100 претендентов. А ему хорошо живет, что он толстеет. Епископ боится, как бы его там сенот не стихнул. Все друг от друга. Нельзя работать, не отведшись со мной в себя. Господь сказал, слава друг от друга. Ищи, а от одиного Бога не принимайте. Забудь все. Вот это успех этого дела никакой роли не играет в деле моего спасения, быть может. Мне нужно первое, что отведшись со мной в себя и дать место Христу. Отвернуться в себя, это значит совершенно не считать себя, не подсовывать. Жена виновата, у меня где ребенок больной, у меня университет. Это все пустое, и этим ты на суде Божьем не отговоришься. Беда-то вот в чем. Люди никак не могут понять, что это до нас было. Землю купил, быков купил, женился. Это все было. Но оправдание их было только на тот момент, когда их звали. Дальше на суде Божьем этого не будет. Это притча в сегодняшней жизни говорится. И это мы увидели. Люди настолько разные. Вот самое такое неприятное, когда мы приходим, А в библиотеке, это директор библиотеки, библиотека, рядовая, если большая библиотека. А бывает большая, четыре этажа, и как аэродром каждый этаж. Там полицейские, там смотрят, там видеонаблюдение, не протолкнешься. Как в Тюмени. В Омске огромные просто, а в Москве говорить не надо, там это просто этажи, этажи. И вот бывает директора нет. Тогда его место занимает отдел комплектации. Комплектует, который книги. Это важный отдел, который непосредственно принимает и распоряжается. Но им дано указание. Это указание выше, от Путина, от кого не зашло. Чтобы никакая экстремистская литература не была принята. Экстремистская. Раньше враг народа, а сейчас экстремизм. Они только заменили. А что экстремизм? Под него что угодно можно подвести. Вы вспомните собачье сердце. Ну вот контрреволюция. Что за этим словом кроется? Филипп Филиппович, профессор говорит. Не могу понять. Еще это слово. Так экстремизм. Я сказал сейчас. Россия должна встать. Экстремизм. А почему ты не сказал, что должен Казахстан встать? Я Россию восхваляю. Ну я русский, я заботюсь о русский. Ну Господь говорит, пришел к погибшим овцам Израиля. Не к филистимлянам. Это что он экстремист был? Я экстремист тогда. Экстремист это высшие направленности. Желание достичь вершины. Несмотря ни на что. В добром, конечно. Я это слово разъяснял в добром смысле. А директора звонят, а она приходит попозже. И она понимает, она отстала ровно на столько, сколько я нахожусь здесь. А они уже все со мной. Они увидели какие книги. Я показал, что неповторимость книг этих. Вот допустим, беседа с Александром Менем. Их нельзя повторить. Его нигде нет. Его убили. Эти вопросы он уже никогда не скажет, как он понимал. Это эрудит был. Высочайший эрудит страны, а может быть в мире. Какого человека Россия не смогла уберечь? У нас ценят, как любить умеют, только мертвых. Но директора пришла позже. И она сразу сурово смотрит. Книги такие никто у нас не считает. Вон стоят. Мы их вернули попам. А она уже против. И против просто дрожит все в ней. Я говорю, эти книги не о том. Ну еще не о том, когда вы говорите на православии. Вон, Игнатий Бричининов пролежал год, вернули епископу. Никто ни разу не взял. Посмотрели, закрыли и все. Вон эциклопедия стоит. Там изготовлено. Смотреть страшно. Там миллион. Сотни миллионов долларов. Миллионов долларов. Там такие, как Дорипаска дружит с патриархом. Он ему эти миллионы, говорят, спустил туда. А вы-то кто? Даже отлично ездим на нашей книге. Перед тем они блекнут. Но никто не знает, что там. Директора пришла позже. Это самый опасный момент. Если бы она ушла в отпуск, ее нет. Тут приняли, я бы ехал. А потом она бы дошла. Мне нужно сейчас мгновенно сохранить тех, кому я сказал. Они уже пять человек стоят. А она напротив. Она директор. Она любого уволит. Они сложили руки и ждут. Какая развязка будет. Я ей начинаю постепенно говорить. Я сказала, нам это не нужно. Так, вы уже написали тут. Они уже договор составили. Так, вернуть назад. Книги собирать и выезжать. Я дальше начинаю разговаривать. Проходит еще 15 минут. Она уже смотрит благосклонно. Еще пять минут. Она говорит, верните бумагу назад. Так, что мы еще должны сделать? Еще вот так книги мы забираем. И дальше улыбается, фотографирует. И это чуть не в половине мест, где мне приходится каждый раз ломать ситуацию. Вот где. Теперь я должен с семилемешным плугом пахать. Понимаешь? И у меня времени нет. Я никому не показываю, что я дрожу от времени. Мне надо успеть. У меня сегодня должен я в том-то городе быть. А город от города бывает 100 километров больше. Да по горам. Да рвет шины. Там чего только нет. Вот проколола шину. 300 тысяч рублей заложили. Да ладно, еще сумели выбраться. Вот так змея идет в горах, там глянешь и не видать откуда скалы. Прошли весь район южный. И вот эта обстановка, когда директора нет, а она где-то вблизи, приходит по... А я не могу молчать, потому что я должен уже объяснять. Они столпились. И потом всех собираю, тогда выступаем. Люди скажут, так он не о Христе говорит. Мы в данном случае каждая книга, каждая страница о Христе. Я должен рассказать о Библии. Что эта Библия у нас здесь заложена. В каждой книге 3000 примерно ссылок. Ну, это у нас все записано. Это можно будет показать. И вот сейчас мы до Барнаула собрали книги, хотели везти, а потом думаем. Мы едем в Новосибирскую область. И 5 примерно районов, которые еще не обошли, они как раз здесь, около Барнаула. Так что же мы книги-то повезем туда? Оставляем, когда на юг пойдем туда. Пойдем на Кузбасс где-то, в ту сторону, не заезжая в Барнаул. А в Барнауле мы загрузимся. Ну, мы приехали, сколько вас тут? Раз, два, три, четыре, усилий, пятый. Пять для нас достаточно. Видите, сколько времени прошло, мы уже практически подготовили для сбора первого ящика. У нас два ящика и четыре книги. Два ящика и четыре книги. И когда они подъезжают, мы подтягиваем сюда. Примут, не примут. Как будет? А иногда затаскивают, а потом приходится обратно складывая. Такие моменты были. Но таких моментов было тоже, кажется, один или два. И при том они не просто отказали, а сказали, там отдел другой есть. Надо туда, у нас времени не было, мы собрались, там религиозный отдел. Может быть, они на лучшее толкали. Но мы уже вооружены то, что библиотека номер один Ленина в Москве имеет книги. Вторая по величине это парламентская Госдума, там наши книги. Третья это историческая государственная библиотека в Москве. И самые крупные библиотеки в стране уже имеют. И Алтайский край практически заканчиваем. Не считая, что в нашем районе там даже по селам прошли. Насколько это будет удачно, какие плоды, нам не дано судить. Сеем, мы сеем. Кто-то там после нас поливает, рассказывает, уже звонят по книгам. Где можно приобрести эти книги. А священники начинают, все возвращает Бог. Священники начинают даже говорить, ну, разве это справедливо? Вот, мы отвесли Игнатия Бринчанинова. Не считают. Феофана Затворника пожертвовали. Вернули, не считают. Пошли, Лапкин стоит, берут, считают. Да вы что, выше Игнатия Бринчанинова, что ли? Я что должен сказать им? Я должен перед ними опять смотреть, францы и святые. Да не выше я. Но дело в том, что я впитал и вмонтировал. И Игнатия Бринчанинова, и Феофана Затворника здесь. Но только все это приблизимо на сегодняшний день. Слово Божие живое действие. Оно заговорилось с людьми. И когда они понимают, они начинают считать. И прям тут же, тут же сразу вопросы возникают. Но это надо, ну, просто надо. Каждый на своем месте. Вот это, это моя стихия. Это все знают. С новыми людьми сказать, увидеть. Сейчас мы начнем комплектовать. Смотрите как. Мы выложили, в первую очередь, 8 книг, которые до открытым оком. 8 книг. Туда входят стихи. Симфония на неканонические. Симфония на жития святых. К истинному православию. Для слова Божия нет. Туз. 5 и 3 тома. Нового завета. Все. 8 и 11 ящик полный. 8 и 11 ящик полный. Второй будет уже до 27. А 27, 28, 29, 30. Мы в отдельный ящик много наложим. Потом оттуда будем вытаскивать. Итак, мы сейчас приступили. Я вам подаю. Смотрите. Начинаю с первого. Вот это вот. Где-то одну можно отложить. Стихи. Так, кто у меня? Третий. Вон сверху бери симфония. Две. Вот балл. Вот это. Фистом православия. Теперь. Кто-то там будет закладывать сейчас. Я даю и ты ему говоришь, что первый, второй, третий. Вот это подавай. Смотри на корешок. Никакой ошибки. Слов повторяешь. Вот. Дальше. А которые к истинному православу. Маленькие книжки. Отложи отдельно. Ты их заложишь сверху, когда будет не хватать чего. Чтобы когда полный бывает, немножко не хватает. Так, вот это помешает. Теперь смотрите. Первый берем. Второй том. Третий. Четвертый. Слух я говорю. Теперь бери. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Так. Девятый. Вы только смотрите пока. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Все. Укладывай полностью. Завязывай и уноси. Клапаны открыли. Они должны войти. Четни. Ну узкие в конце вообще. В конце. Куда воткнуть? Сейчас научимся. Ты вот эти зря маленькие положил. Маленькие лежат в конце. В конце в самом. Теперь ее не трогать. В другой ящик будете ложить. На меня смотри. Снова я говорю симфония. Сихи. Видите как где-то они лежали и уже подмокли. Но ничего. Сихи два. Симфония три. Четыре. Пять. И теперь вот эти берем. Раз. Два. Три. И там получается восемь. И внимательный гляди. Раз. Два. Три. А в маленьких отдельно положил. И в маленький отдельный ящик. Как ты подальше отходи. Вот так. Иди сюда. Чтобы с ней не путать. Пусть она там заталкивает их. Теперь я беру первый. Видите. Второй. Третий. Только с Васей работаешь. Четвертый. Пятый. Шестой. Ошибок не может быть. Никак. Седьмой. Восьмой. И ты проверяй еще. Девятый. Вася подавай. Десятый. Одиннадцатый. Сама проверяй. Я даю. А ты, Вася, тоже проверяй. Вот все. Теперь закладывай. Если ты все довела... Нет. Так не надо. Сначала короткие. Потом длинные. Маленькие клапаны заводите. А съемки большие. Когда закрывать будете. Вертикально ставь. И завязкой одной поперек можно завязать. А теперь смотри, как эти войдут. Так. На третий ящик тебе даю. Снова. Симфония. Видите, медленно так. Не торопясь. Стихи. Симфония. Бери. Тебе, Слова Божия, нету. Сколько? Пять. Пять и три. Восемь. Все. Восемь. А теперь по порядку. Так, Татьяна, переходи, бери. Начинай с первой брать. Первая. Иди. Где она первая? Первый, первый. Найди где. Вот она идет. Первый. Первый, второй, третий. И говори. Ты с кем работаешь сейчас? Ты не мешайся. Первый, второй, третий. Третий, четвертый, пятый, шестой. Так, я с Васей работаю сейчас по новой. Так. Поняли вы кто работаете? Вы работаете вот трое. Я работаю с Васей. И кто у меня со мной еще? Может там Миша быть. Третий, пятьдесятый, одиннадцатый. Так, на. Проверяй еще. Давай. Ты Мишу будешь передавать, а Вася уже покладывай. Он на последний этап уже пойдет. Раз. Два. Три. Четыре. Держи. Вася, ты работаешь вот мы здесь. Четыре. Да? Проверяй, чтобы не было ошибки. Потихоньку про себя говорите. Да? Нет, Вася, здесь вот так вот, а в этот ящик вот так, вот так, вот так, вот так. Так. Пася, они так размоложены? Да, 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 да. Это другой ящик, Игнать Тихонович. Здесь вот так именно. Иначе они не войдут. Красная пучка, где эти? Нет, вы им не дали. Не дали. Без нового завета не принимать С него начинаем Ошибочка была Теперь он закладывает Придется чуть-чуть подождать А кто-то будет увязывать потом Все? Да, все Еще раз переверить все здесь 11 томов Как будто не хватает Неужели такой он большой? На нем написано, что первый На нем написано, на клапане, что первый Да, первый Первый Первый, второй, третий Особенно вот это Второй, третий Новый завет Где? Посмотрите Где-то доставайте Так Ну все, пока на этом Все понятно Надо вам рассказывать Вот знаешь, что сказал Первый раз Вы стали нарушать Нарушением заключалось в том В общем Сказал Вот три человека на каждый ящик Четвертый вмешался Стали уже не из рук руки передавать А положили на скамейку И в конце Когда закончили Паковку Двадцати комплектов Оказалось, что Три книги лежат Какой выход? Никакого нет Ее надо заново Все ящики вернуть было Все развязывать Все проверять Вот это отношение Вот эта лента Кодек, которая идет Я одна Ну там Сражаешь Эти ленты Шли в космос Они снимали там И Одна из сотрудниц Зашла Быстрый директор И говорит У меня сейчас Я почувствовал Волосы Все закрыты Волосинка выпала Он сразу Производство Остановил Сразу Остановили За то время Пока она шла Пока вышла Допустим Пять километров Лента прошло Все запарковать И выбрасить Потому что Эта волосинка Может попасть Там Где Миллионы рублей Стоит Вот эта борьба За свое качество Я примерно Так вот отношусь К этому делу Пришлось заново Нам перекладывать Все Переискать Сейчас мы будем Второй ящик Накладывать Ящик оказался Побольше По размерам Видимо Нам так и надо Потому что До этого Мы клали второй До 26 И дальше 27 28 29 30 Мы в отдельный Ящик Сладывали Сейчас попробуем Как у нас получится Так Со мной Работает Кто? Со мной Да Братья работали Все Мы начинаем работать Пара разбивается Что-то со мной укладываешь Шесть А звезд День на бригаду Так Не трое Вот трое А хай Вася Ты к нам идешь Легко Теперь Берете 12 Вот смотрите 13 И вслух Повторяйте 14 Я даю Миша Вася укладываю Вы у себя договоритесь Все берег По укладываю 14 Все До 30 12 16 17 Повторомер 18 19 20 23 24 17 Поднимай выше 21 22 29 26 26 Клади 29 26 28 29 30 Вот так Все Все Закрывай Девят планы Шарты И теперь на следующем Как вошлись Все Да Как раз об этом нам нужно было доказать Прикрывай ее Чтобы не попало туда Я начинаю по новой подавать Ты берешь Не пылай Не выпускать Пересматривайте Что уже две Так посмотри Какой нам стало Да все 28 29 Как это могло получиться Вы перепроверяйте все Я перепроверяю все Все трое перепроверяйте 30 Это в каждую библиотеку Какая нам на пути встречается Мы дарим Мы нынче подарили на 1 миллион 250 тысяч Нынче уже подарили на 1 миллион 250 тысяч Проверяй Вася Проверяй Вася Проверяй Вася Проверяй 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 Все книги Шиты На белой Обсеты Бумаги В каждой В каждой 64 страницы Светных фотографий Намелованной бумаги Как эти книги Изготовлены Это все Открытым Оком Проверяй 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 По порядку Чтобы были Все они Разного цвета Ну разного цвета Не надо говорить Любому Только показать Вот они Как книги С эти Закруглением Камешка Какой цвет Украсят Любую библиотеку 24 25 26 Проверяй Не ошибайся Не ошибайся Не ошибайся Подожди Я хочу Я хочу Вот так Вот Дядь еще раз Посмотри Какое золото Держи-ка Держи одну книгу Раскроилась Перед ним Вот они книги Фотографии показать Одно удовольствие Пожалуйста Большие Малые Все это Про нашу жизнь Это проповеди Ответ на вопросы Какие Задавали мне Видите Это батюшка Отвещает Как раз Лагерь Эти вопросы Касаются Очень И очень Больших Тем Там Перекрывай Перекрывай Тот ящик Чтоб туда не попало Следующий Закрывай Клапанами Придавливай 21 Погнали Какое сокровище Как они выглядят В каждой книге 752 страницы Все разного цвета Этот раз мы Доехали до Горного Алтая Горного Алтая Где печатаются книги Нашли директора Эдуарда Васильевича Он с удовольствием Нас провел Везде Рабочих Которые печатали книги Эти книги Примерно На три четверти Печатали с той типографии Даже больше того Кажется 8 книг Только Без них А остальные Все у него Ну и Фотографировались На память Они рады Такие Большинство У него там были Ну как сказать Их национальность Хорошие люди Привет Встретили И директор Национальной библиотеки Тихонич Вы не доложили Не доложили здесь 21 Да Вы не доложили 25 тонн закончили Так 21 тонн закончили Это я пока показывал Ты прав 21 Закончили Да Вот видите Как Поймали меня Все таки Не все время Мне вам Топтать Мозги Это я пока Рассказывал И уже ушел Ушел Восстание О Все Оправдался Перед вами Давай Это у меня Все получается Здесь 17 Вот это Восстание Бери Вот такое Дело Сейчас я Еще немного Расскажу Это в новую Вот Это Закончу На Миша 22 Вот Это все За кадром Вот это Это работа Это никто Не видит Не знает Сколько Время Тратится Иногда Почти целый День Прокрутимся Здесь Вот 27 26 28 29 30 Так Минутку Сейчас пока Прекратите Работать Я немножко Скажу Слово Такое Слади Вот сейчас Уложит Вася Теперь Это у нас Второй Полностью Все Слушай Я у тебя Возьму Небольшой Интервью Преследителя Поукладать В наш Не пойму Как у тебя С учебой Дело Идет Слава Богу Хорошо Вы слышали Все Поступили Сведения Такое Что у тебя Слава Богу И нехорошо И в этом Что-то Где-то Кто-то Препятствует Тебе А в чем Неизвестно Это мне сказала Твоя баба Серафима Гавриловна Что Вася Вроде Учебе Уделяет Мало Времени А которого уделяет Вроде бы Ему и там Неудобно Неудобно У меня на квартире Потому что И дальше Потому что Я говорю Так мы не разговариваем Друг с другом Я наоборот Ему еще там Погрешески беседуешь Сколько Так же Было Да Было Было Не один раз И баба говорит Дебунов уходит С квартиры А нельзя ли ему Там быть Я говорю Можно Поэтому Условия Прежние Будут Если ты пожелаешь А уголь Дрова Мы завезем Вот этот Склад Четвертый Угловой Около Туалет Это твой Для этой квартиры Сразу Об этом Надо заботиться Хорошо Если бы ты был Не один Конечно Вдвоем Готовили А то и втроем Кто из наших Девушиц Из ребят Вот это место Лучше не придумать Это Как бы От тебя Ветер дует Или баба Сама придумала От меня От меня Значит Ты хотел бы Занять ту квартиру Если ты там Выш Нет Я скажу Да давай Сейчас Подожди Это означает Полная тебе там Свобода Кроме того Что в договоре Указано Посторонних не водить Даже родственников Только через меня Дальше Нигде Ночами не ходить А только Подрабатываешь Где-то Вовремя вернулся Через забор Не лазать Меня оповещать Все время Дальше Встаешь теперь Ты во сколько хочешь Тебя я не бужу Со мной Ты вставал 4.40 Теперь покажи На что ты способен Ты можешь спать Теперь до 8.40 Но только У тебя результат Будет не тот Дальше Ложился ты Когда хотел Я ложился спать А ты В ширмопосе Другой комнатей Занимался Так было? Да Я тебя не стеснял этим? Нет Утром Когда ты Вставал Ты еще сидел И сколько тебе надо Столько И кемарил И засыпал И засыпал по здоровому Так? Да Приходишь Ну желательно Ну желательно Чтобы кто-то был Еще у вас Ниже взять Не все Но в медицине На меньше Нельзя рассчитывать Меньше знаешь Больше людей Перепортишь Больше будет аварии А аварии Такие Если операцию Глаза делали В Греции И глаз у человека Ну вытек Врач карался смертью Поэтому Учились Будь здоров Как Поэтому Я хочу Чтобы ты знал И тибетскую медицину Без нашептывания И китайскую И индийскую И латинской Америки Там Разные настои Там Как они умеют делать Траву выставить В холоде Там И прочее Чтобы ты был Первоклассным врачом Василием Дмитриевичем Плотниковым Ну и конечно Потом был доктором Медицинских наук Профессором Другим Все это передал Я еще мог Тебе вас передал Ты Меня нигде Ни разу Не огорчил Это Я скажу Что редкий случай Такой Редкий просто Ну он со мной На работе На учебе Приходит Как бы попозже Маленько Ну где было Я только скажу Я вижу Он уже с ведрами Загремел Воды принес Ему удобнее Воду принести Гляжу с углем Точно так же Я топить никому Не доверяю Я сам говорю А готовил Володя Володя нет Я сразу перешел На кухню И уже готовлю Я одну морковку Я сказал Тереть будем по очереди Так было Да Так было Ну а больше Это собственно Ничего у нас и не было Ни за крупы Ни за что Высчета С тебя не было Я в дальнейшем Беру тебя Обеспечивать Всем этим Бесплатно Научитесь хлеб печь Хлеб у нас был бесплатный Тебе дешево обошлось На автобусе не ездить Ну все условия подходящие Постарайся убедить Илюшу Что Илюша Тебе общежитие Это Долговая яма Перед Богом Ты столько задолжал В молитве В молитве Везде А здесь мы Полную свободу имеем Свободу конечно В рамках законности Противозаконно У нас ничего Нигде нет Надо жарко топить И надо меньше Но строго Соблюдать правила Огонь не открытым Топящуюся печь Одну не оставлять Ну вообще Мировые правила Я бабины слова передал Озвучил их И оконтурил Как Она обрадовалась Что я сказал так Что я согласен Я не только согласен Она с радостью Это сделаю С радостью С меня снимется Одна вина Надежда Васильевна Там зиму И она все уповает Что у тебя Вот там кто-то живут Это там Это конечно Отговорка одна Ну тут получилось так Вне зависимости А то желаю А нет Есть возможность Такая Есть сказать Что дом открытый Заходи Но она не придет А теперь я ее уже Перекрываю В ход оправдываться Ей нравится Там одной быть И в этом Ничего плохого нет Что тут плохого то Так Вась говорю Да Что ты скажешь На то что я сказал Но правила одни Шторки закрывать Дверь открытая не оставлять Все запирать Ну как у нас было Так и те же самые правила Переносятся туда Никого не водить Ни под каким видом Это абсолютно Для всех табу Я никого не вожу И ты видишь У меня никого нет Ко мне если приходят Даже корреспонденты Вон мы Посидели и ушли Ну бывает такой С которым мы знакомы Уже 20 лет Как лозовой Этот уже в комнату заходит Было нынче впервые Даже один корреспондент И тортас Он ночевал Даже у меня в доме Кажется Кряжев его звать Александр Да Может не правильно назвал Кряжев У меня дома Дома устраивать не надо Кто-то пришел Где-то Как-то В другом месте Лучше никуда У тебя главная задача Спасти душу Врач Что ты учишься Это не на первом месте Первое у тебя Это жить во Христе Исполниться Духом Святым Ты видел Как у нас было Еще что Мы уже опять на молитве Он там здесь Я стал А другой раз Он не имеет возможность И он ко мне Лежу подсоединился Ну Что меня спрашивать Я пенсионер У меня молитва Она регулярно Через каждые полтора часа Вот это Что у нас идет Где-то Я до 18 20 раз в день Становился на молитву Ты это увидел Пост мы нигде не нарушали Даже растительное масло Поэтому Там следить я за вами Не буду Что вы будете есть Это ваша полная свобода Но что у меня есть Это все будет у вас бесплатно Но следить за этим буду Масло Термической обработке Не поддается Его не ставить На огонь А когда только снимете А остальное Еще привезли То есть Наше это твое Мука Крупы Там компот Масло растительное Сахар Соль Это все бесплатно Не потому что я Добрый такой Просто у меня есть Есть А раз значит есть Я никогда своим Это не считал Нынче нас Господь Благословил Опять и по лагерю Все благополучно Комиссий никаких не было И вот мы пять поездок Сделали И были Под страхом смерти Чуть нас всех не отправил На тот свет Вот этот Композитор Говорит Собачий доктор Я покажу вам Чтобы все знали О ком речь идет Вот он где Подними голову Спрятался Говорит Я думал он сознание потерял Он вслух выразил Мысль Говорит Когда я заснул За рулем Не раньше Не позже Я же Я поднялся На заднем сиденье Сижу Склонился Над него Над ним Не раньше Не позже Все время я прикован И сижу Тут отстегнулся Залез через сиденье И в это время Машина пошла Я как закричал Еще секунду Надо бы всех Только Ну памятник поставили бы Четыре человека И сразу вышел Он долго лежал на руле А потом вышел Ушел в кювет Кювет глубокий Глубокий Широкий И он упал В траву Там с палаткой Лежал Я Попутную машину Чтобы успеть В Заринск 55-й километр А по телефону Вызвали Третьяков Приехал Ну вот такая История у нас была Так Мы Прогнажаем Работать Так Вась Я тебе Высказал все И поэтому Если это так Тот сарай Там какая-то щель Маленькая Залатать Это твоя работа Все остальное Там увидите Заровнять Завози уголь Дрова Тебе поможет дядя И бабушка Позвонишь Скажи Я полностью согласен Не потому что Ты мне надоел А потому что Вы считаете Что так тебе лучше А раз ты считаешь Мне исследовать не надо Может действительно Тебе это лучше Потому что На скучном пространстве Сидит он около меня Вот так А он володя Спиной И друг друг Через интернет Разговаривали Это вообще было Время это было Хорошее Прекрасное И баба мне выговорила Вот ты Васю захвалил Васю это нельзя Это ему не полезно Баба я никогда не хвалю Я просто Сказал что нам было с ним хорошо Я сказал что Я благодарен Богу И твоим родителям За тебя Что ты вот у меня был Со мной непросто жить Потому что Я видишь Зануда Я в каждом деле Дохожу до точки И вот дверь Что была закрыта Все время заперта Даже на секунду Выходишь Подопри палкой Шторки сначала Закрой тщательно Ну То есть Зануда В последней степени Но когда человек Входит в эту норму Он понимает Это хорошо Я не скрываю Какое я Есть и ребята Дорога идет Я пилю И все время Но Видишь Это стоило жизни Жизнь была Жизни наши были спасены Раз И в другой раз Сейчас мы по пескам Нас наткнули На короткий путь А путь оказался Просто песок Через лес Около 30 километров И там все это Вязнет У нас одна ведущая Кардан один Сняли И она просто провалится Машина Сухой песок И мы с горки Витя гони А Витя первый раз Гони Он гонит Как на выход только А там как бросить в корень А корень Через корень Опять Бабах Там что в кузове делается Железная новая Канистра И та лопнула Там грохотало Все Книги Там где помяли Но мало попортили И мы гнали И гнали И если мы застрянем Там ни помощи Ниоткуда Ничего нету Просто пропали в лесу Там никто не поедет Никогда И мы все таки выскочили На Малиновое озеро И село Михайловское Тридцать видимо Может даже с лишним километров Песок Только песок Они выдали деревья По прямой Как просек И голый песок Видно машины шли Там палки Видимо вытаскивали Как-то Но у нас была Маленькая надежда Что если мы застрянем Машину подважим Человек подлезет И кардан на переднем поставит И мы начнем барабаться С передней ведущей Это не с одним Но бог миловал Конечно Покалечили кое-что Поломали Но мы живы остались И машина выскочила Первым делом на молитву Стали благодарить Любая Даже с потерявки Дорога вот такая идет Она для нас золотом кажется Вот надо человеку попасть В эти экстремальные Было Условия Экстремальные Это значит Очень трудное И когда мы в горах были Никто еще может не знать Что с нами было Наша машина Это бог так устроил Как он там человек Этот подошел Где его встретили Попросил Наскачать Михаил Спрашивал у него Про дорогу Кальмая Постороннего мужика На машине А он У Михаила Спросил Что есть ли компрессор У него что-то там Шина спускает А он про компрессор Нам дорогу А того компрессор Ни другого Ни у кого компрессор Как будто не работает И никому не обратился Именно к нам И дальше И дальше он поехал И показывал нам дорогу И там мы за деревней Остановились И он вдруг Говорит Так у вас тоже спустило Я сказал У нас пробито И вот что оттуда вытащили Вот какая воткнулась Это обошлось Три с половиной тысячи рублей Мы запаску поставили Представляете А там в горах Когда мы шли Таким серпантином Вот какая Вертекально вошел он Вот И она пробила Ты видела? Посмотри Надежда Васильевна Ну иди Иди сюда Посмотри Он выбивал молоток Повернись на свет И вот она Надо же было Сколько лет Машин там Тысяча машин Она никому не попала Именно нам Для чего Чтобы встретились С этим человеком И ему стали говорить А следующий Автобус остановился Автобус такой Видно частный И мужики вышли Давай нам помогать Говорить Я подожду Ключи на стол Уже нет А еще после этого А мы все стоим Оказалось Ключа Ключей море у нас Мешок Но ключа на 24 Нет Которым прикручено Колесо запаска Так? Можете я неправильно Что выражусь? Но Все таки ключ дали нам Открутили его Дальше как ставить Никто еще не знает И вдруг едет На Кажется на Беларуси С косилкой Один мужик Пьяненький Там крепкий Такой Вылез Вам мужик еще надо Помочь А ничего не надо А я возьми Добрякни Мы везем книги Там кто другой Книги Докидай мне книгу А машина Стоит на домкрате Ее нельзя шевельнуть Тронуть У нас ни под порок Под колеса нет Ходили камушки Искали по кюветам То есть это было Неподготовлено Я говорю Трудно Мужик Эх вы Я вам хотел помочь А вы даже книгу Пожалели Я говорю Лезь в кабинет Посылаю Кто там Сережа Кто книгу Достали Новый завет Подарили Я верующий Тоже Верующий Вот так Вначале Махать У меня брат Умер Недавно И уехал Маленько Пойдя И это обратно Опять остановился Ну мужики Еще помочь Надо Он трактора Всего утащить Он у него Увел У нас Куда-то Вот видите Обратились к мужику Тому нужен Компрессор Он вышел Кого-то он встречал На дороге На тракте Сына или кого Дальше мы с ним Разговорились И вот Как у Бога Все устроено Одно с другим Сочленением И мы колесо Как бы не он Мы бы не знали Что оно у нас Продырявленное Мы бы от него Ничего не оставили Но он оказался Уже не нужен Мы не знали Но благодаря этому Мужику мы узнали Что мы тоже поранены И это все выявилось А потом еще А с автобуса Люди вы Вообще Вот поедешь И даже Ничего нельзя сделать Только молись И благодари И благодари Как у Бога Все устроено И Бог это знал Что вот этот камушек Подлетит Нашу машину подбросит Ударит по нему А то только с удара Могла так она быть Чтоб камушек Прямо встал Он на дороге Так же не стоит И дальше Все вот это Начнется раскрывать Все картины Девен Бог Во святых своих И поэтому Баба Твоя Серафима Гавриевна Она любит тебя Не выскажешь как И заботится об этом Ты не забудь Что я тебя хвалил Я не хвалил Я просто свидетельствовал Что мне с Васей Было хорошо Легко Легко Как будто бы Одна душа У нас была И ты далеко не будешь Только теперь через стенку Если тебе нужно теперь От компьютера Там дырка то есть От моего Модема Теперь опять Протягивай Где было И опять будем работать На одном модеме Трое Все Поконим Я говорил у меня Порожское стихотворение Обнаружилось В восьмом томе Сушите сухари Уходим дозови Я всю дорогу Эту строчку повторяю Откуда не знаю И мне показалось Что это мое стихотворение И когда приехали туда А у меня Шестнадцать книг В один файл А другие Шестнадцать Другой файл Я по файлам Нашел А теперь посмотрел Номер такой-то Там четыре тысячи В каком доме Я все нашел И тогда Переписал Сушите сухари Уходим дозови Поход нелегкий И неблизкий будет Тяжелый труд Что съел Перегорит Без праздников Маящат только будни И все точно так У нас далеко Мы дальше Двухсот пятидесяти километров Боялись зайти А тут Три тысячи триста километров Нам уже нет Мы могли до Испании дойти Такого было шофера Николая Курщина Дальнобойщик Такое сокровище Богатство Все открыто Такие у нас справки Документы Каждому Кому библиотекам Даем Я здесь печаль Библиотека номер один Страны имеет Машина прошла уже Двадцать две тысячи километров Двадцать две Представь себе И это вот За короткой промежуток времени И как мы думали Ночевать Как готовить пищу Как сохранить себя Что я сказал Чтобы Сергей Собаку взял Какую Все точно так и было И мы с собакой С ураганом Любим друг друга Он увидит меня Прыгает Ласкается Я его вожу на прогулку Даже Ну Устроено так Как даже не думали Что будет дальше Мы не знаем И какая польза Того что мы делаем Тоже не знаем Мы просто едем Но Когда узнают Что мы православные Власти там ФСБ Там Или кто Уголовный розыск Руки С православными Это не какие-то там Баптисты Это свои Я когда это услышал Понял Пропали мы Что нам будет за это От Господа Бога Они нас своими считают Да мы православные Но какая льгота может быть Какая вина у баптистов У адвентистов Там у 50-ников Когда они граждане страны Законные граждане Для президента Мы все родные дети Должны быть Почему нас вычленяют Теперь И ради того Что мы православные Нам какие-то льготы Льгот-то никаких нет Ну не душат нас То сказать А этим нигде Перегородили Казаки Там дежурят Там прочее Громят просто Палатки Я понял Мы харкать кровью будем Нас ждут Большие беды За вот это самое Это не нами устроено Это устроено Высшестоящим Но мы этим пользуемся Ну не могу теперь я сказать А мы не православные Почему? Потому что все православное К истинному православию И я пользуюсь Льготой Которую дает Господь Через кого-то Может быть на меня Эта кара не пойдет Я просто тот Кто есть Я не заискиваю Перед властьями Не виляю перед ними Говорю всю правду Я говорю Как бы смотря Выше голов Но явно Что они благоволят К нам К православным Ах это православное И прямо исследуют Проверяют Так это не сектанты Там милиции До последней бумажки Теребят А я показываю В каких библиотеках Книги Какие благодарности От патриархии Благословения наших Архиереев На книгах Священники Фотографии Аааа Так православных Никогда тут и не было Неужели православные Вроде двинулись Двинулись Но Нас отпускают Провожают Мало того Милиции Езжайте за нами Куда нам надо В библиотеке Едут впереди Мы за ними Как будто Кортеж какой сопровождают Но не патриарх же я Может быть ради патриарха Кирилла Это нам такую честь оказывают Но я знаю Исторический момент Такой Он обязательно Где-то оборвется И тогда первое гонение Обрушится именно на нас Во всех бедах Которые государство Сегодня терпит Мы виноваты С ним будем Но мы не виноваты Лично я Передо мной Мусульманин Еврей Это они те же Я всем говорю Вы ищите благословения Ну как Благословения Батюшки То другое Вы ищите благословения От Бога От Бога Первое благословение Никогда не проклинает евреев Потомков Авраама Благословляющий Благословен будет Так они страну ограбили Тысячу раз ограбили Но ты благословляй За это они ответят Что ограбили А я отвечу За то Что не благословлял Да как благословлять Чтобы обратились к Богу Чтобы жили по совести Не угнетали другие народы Господи Дай им добрый разум Добрую совесть Чтобы Мессию приняли И второе Это заканчивается книга Платите десятину И Бог говорит И залью на небо благословение Иначе проклятием проклятое А все благословения Внутри Чьи отца и мать И будешь благословен Это все в середке стоит Первое благословение Аврааму дал Бог И последнее Малахии Я это из Писания знаю И поэтому Все что со мной делается Это новая у меня наработка Вот это что патриархии благоволят Ну патриаршам то А я попадаю в это русло И меня это нисколько не радует Хотя радует в том смысле Что я свободный Я могу делать что есть Я проповедую властям Они меня слушают Это приятно Внутри Но я знаю Концовка будет горькой Как полынь И этим сектантам Баптистам будет намного легче Чем мне Ну я принимаю как данность Раз Ну Господь что-то усмотрел И в этом Понятно То есть я должен Трезвым взглядом Открытым оком Смотреть вперед И понимать Что за этим будет А сейчас они поднимутся До священники против Они никогда за нас и не были Но находятся такие Которые Прямо обнимают И ласкают И целуют И благословляют Не все одинаковые Говорить о всех священниках Под одну как говорится К ребенку не пойдет И мы в этом убедились Разные люди Разные национальности И по-разному относятся Башкортостан Там мы были где Татарстан Везде принимают Буквально с распростертыми объятиями Когда узнают Кто мы У меня нет Изгоя в памяти Ага мусульмане Значит они там такие Для меня Они все дети Адама Мы братья Мы Я когда вижу мусульмане Как одеты Сердце мое тает Смотри Как они могут соблюсти Идут платочка Длинное платье И посмотри Наша Вся страна В одних трусах Наполнили Говорит Весь мир своими Б Вот и все Будем работать Ставим пока Десять